Эфир телеканала ТВК продолжает очередной выпуск программы «Власть в ответе» из Китимский район. Здравствуйте. Сегодня мы говорим об имущественных налогах с начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Новосибирской области в городе Искитиме Еленой Перемитиной. Елена Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с того, какая сумма налогов по физическим лицам начислена. Общая сумма начисленных налогов по жителям Искитимского района составила 66 миллионов рублей. То есть довольно существенная сумма. Основная часть приходится на транспортный налог, это 58% от общей суммы. Затем на втором месте земельный налог, потому что наш район сельскохозяйственный, большой по территории, поэтому большое количество земель в собственности у физических лиц. На втором месте земельный налог. По земельному налогу начисления составляют более 18 миллионов. И на третьем месте налог на имущество чуть больше 9 миллионов начисления. В каких муниципальных образованиях самые большие начисления? Ну, самые большие начисления, понятно, что все-таки в крупных муниципальных образованиях. Если мы говорим о том, что самый большой налог это транспортный налог, то самые большие начисления, конечно, это в Ленево. Более 11 миллионов начислено транспортного налога. В Евсинском сельсовете почти 4 миллиона транспортного налога. Если мы говорим о земельном налоге, то больше 2 миллионов начислений Ленева, Мичуринский, Морозовский, больше 2 миллионов начислений в этих сельсоветах. Сколько налогов жители из Китимского района уплатили самостоятельно и в срок? Вы знаете, это очень актуальная для нас тема, потому что, конечно, самый эффективный способ уплаты – это уплата налога самостоятельно, добровольно, в установленный срок. Фактически она требует от нас, как от органа, который сопровождает уплату этой налога, только одного – корректно произвести расчет и направить плательщику сводное уведомление. Все остальное он делает самостоятельно. Но, к сожалению, пока у нас ситуация складывается так, что полностью налог не уплачивается, и эта ситуация повторяется каждый год. Я сказала, что начислено было налогов 66 миллионов рублей за 2018 год, поступило в течение 2019 года всего 53 миллиона. Но это уплата не только текущих начислений, в том числе это и было погашение старых долгов. Потому что, когда заканчивается срок уплаты, проходит срок уплаты, налоговые органы начинают меры принудительного взыскания, то есть мы направляем требования и так далее по процедуре. Так вот, из этих 53 миллионов добровольно уплачено только 45 миллионов самостоятельно. Но мы считаем, что это уплата в счет текущих платежей. Остальная часть – это уплата по мерам взыскания налоговой инспекции. Вот если говорить о том, какая доля от текущих платежей, то по Искитимскому району только 69% от начисленных сумм уплачено добровольно. Все остальное – это либо через меры взыскания, либо на сегодняшний день не уплачено пока вообще. – Были ли обращения, когда неправильно были начислены налоги, например, на счет текущих? – Ну, к сожалению, да, такие обращения до сих пор имеют место. В этом году мы отмечаем, как довольно положительную такую тенденцию, количество таких обращений существенно снизилось. Когда мы рассчитывали налог за 2017 год, обращений было намного больше. Ну и, тем не менее, до сих пор такие обращения есть. К сожалению, много факторов на это влияет. Дело в том, что налоговые органы являются пользователями сторонней информации, которую нам передают регистрирующие органы. Они, сведения эти, загружаются в базу данных автоматически. Понятно, что при масштабах, при количестве объектов налогообложения таком возможны какие-то накладки. Бывают, что некорректно отражаются сведения о собственниках. Довольно много ошибок бывает по транспортному налогу, когда машины, которые уже давно проданы, отчуждены, находятся у другого собственника, но по ним некорректно отражаются, допустим, сведения об отчуждении, и налог продолжает начисляться. Но по таким обращениям мы в обязательном порядке разбираемся, проводим перерасчеты. Если налог начислен некорректно, то ранее начисленная сумма старнируется и формируется новое сводное уведомление. Вот на это тоже нужно обратить внимание. То есть, если ошибка допущена в первоначальном уведомлении, формируется новое уведомление с новым сроком уплаты. То есть, налогоплательщик в этом случае даже пенение имеет, поскольку у него будет новый срок уплаты. Давайте о задолженности немножко поговорим. Какова задолженность? Мы уже понимаем, что она имеется. И в каких муниципальных образованиях она, наверное, сумма самая большая? Если говорить о задолженности, то, конечно, размер задолженности очень существенный. По жителям Искитимского района накопленная задолженность по имущественным налогам почти 52 миллиона рублей. Это три налога. Имущество, земля и транспорт. Основная доля, конечно, приходится на транспортный налог. Но это накопленная задолженность. Что это означает? Это за ряд лет. У нас прошла большая кампания по списанию старых долгов. Списывалась задолженность по состоянию на 1 января 2015 года. Это был налог, который начислен за 2013 год. Налог за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Тот, который не уплачен, он до сих пор числится в долгах. Так вот, по жителям Искитимского района этот накопленный долг 52 миллиона рублей. Представьте, казалось бы, такие мелкие налоги. Кто-то платит там 150, 200, 300 рублей. Но есть и крупные должники. И вот из этих 52 миллионов, 17 миллионов, это свежий долг по последнему сроку уплаты. По сроку 2 декабря 2019 года. Количество должников, вот в целом по городу Искитимов, Искитимовскому району, почти 50 тысяч. Количество должников. Но надо понимать, что иногда долг составляет там буквально несколько копеек. За счет чего он может возникнуть? Срок уплаты, например, 2 декабря. Человек подзабыл про то, что 2 декабря последний срок. И уплатил, предположим, 4 декабря. Соответственно, сам налог погашен полностью. Но возникла пеня. Эта пеня может быть маленькая, но тем не менее в списке должников этот человек числится. Конечно, мы работаем в основном и начинаем работать с теми должниками, у которых сумма долга крупная. Вот мы сделали ранжирование. По количеству должников и картина сложилась следующая. За должность более 500 тысяч у нас имеют 7 человек. Это долги, которые не уплачены в бюджет Искитимского района. Общий долг по ним превышает 9 миллионов. Вот у этих 7 человек долг превышает 9 миллионов. Почему мы выделяем категорию долга больше 500 тысяч? Дело в том, что наличие задолженности более 500 тысяч является основанием для начала процедуры банкротства в отношении физического лица. По этим 7 гражданам картина такова. Значит, по 3 должникам уже инициированы процедуры банкротства. Это иногородние жители. Они имеют имущество на территории земельной участки, на территории Искитимского района. По ним в прошлом году была инициирована процедура банкротства. На сегодняшний день она идет. Соответственно, мы надеемся на то, что долги будут погашены, поскольку у них в собственности есть в том числе и земельные участки. Поэтому мы надеемся на то, что долг будет погашен, в том числе и путем обращения взыскания на вот этот земельный участок, за счет которого возникли долги. Четыре должника — это жители Искитимского района. Сумма их задолженности превысила в этом году 500 тысяч рублей, поэтому они стали претендентами на банкротство. Задолженность у них по налогу на имущество, по земле и в том числе по транспорту. У одного жителя Евсинского сельсовета долг только по транспорту за несколько лет, большое количество машин в собственности. Поэтому в этом году, если не будут приняты должниками меры по погашению, то есть если мы не получим взыскания в обычном порядке, то будет инициирована процедура банкротства. Количество должников, у которых долг превышает 100 тысяч рублей — 45 человек. Количество должников, у которых долг превышает 50 тысяч рублей — 106 человек. Количество должников с долгом более 10 тысяч — 286. То есть понятно, что основную сумму долга по сумме формируют крупные должники, ну а по количеству, конечно, задолженников, у которых сумма маленькая. Осложняется ситуация тем, что обращаемся мы за взысканием только в том случае, если сумма долга превышает 3 тысячи рублей. Эта норма прописана в законодательстве. Если сумма долга меньше 3 тысяч, то, к сожалению, здесь приходится либо ждать, когда этот долг превысит 3 тысячи, либо когда начнут истекать 3 года срок исковой давности. Поэтому обычно мы работаем в индивидуальном порядке с гражданами, все-таки объясняем им необходимость погашения задолженности и работаем с ними по взысканию задолженности другими способами. На прошедшей неделе, со 2 по 6 марта, мы проводили работу с использованием так называемого мобильного офиса. Что это такое? Это выезд наших сотрудников с базой данных, с возможностью посмотреть долг, распечатать квитанцию в места массового нахождения людей. То есть там, где большой поток населения, для того, чтобы люди могли подойти, узнать свой долг, получить квитанцию и, если вопросов нет, оплатить. Мы работаем в крупных торговых центрах, работали в Каларлоне, в Апельсине, в том числе выезжали в Ленево, в торговый центр. И вот сотрудники отметили то, что активность граждан в Ленево была очень низкая. Даже, ну вот у меня сотрудники отдела недоимки выезжали по этой работе, они сказали, впечатление такое, что люди боятся, либо стесняются. Несмотря на то, что мы давали объявления по громкой связи о том, что работает мобильный офис, можно подойти и узнать. Но люди так как-то сторонились этого мобильного офиса. На мой взгляд, эта позиция немножко неправильная, потому что иногда человек просто не знает о том, что у него есть долг, он же не является каким-то злостным нарушителем. На мой взгляд, нужно узнать, если эта проблема есть, лучше ее решить, на месте не затягивать и не ждать, пока придет судебный приказ или взыскание через какие-то принудительные меры. Как оплатить долг тем, кто не успел в срок рассчитаться по налогам? Ну, даже если гражданин не уплатил налог в срок, это не значит, что все, поезд ушел и больше делать ничего не надо. Конечно, надо платить при первой возможности. Иногда люди не платят, они, допустим, находятся в отъезде, или были какие-то сложности, или потеряли квитанцию, не могли ее найти. Понятно, что сейчас идти на почту в марте месяце уже бессмысленно, конечно, там сводное уведомление вас уже не ждет, поэтому сейчас нужно идти в инспекцию. Обратиться в инспекцию, либо территориально обособленное место, если это город Берск, Черепаново, Маслянино. Если это Искитимский район, то нужно прийти в инспекцию к нам и получить квитанцию для оплаты. Да, будет пеня, но если обратиться сегодня, то квитанция будет выдана уже как на налог, так и на пеню. Поэтому можно погасить все, включая пеню. Если человек подключен к личному кабинету налогоплательщика, можно оплатить из личного кабинета. На тему использования личных кабинетов довольно много люди рассуждают, высказываются, говорят о том, что не все являются уверенными пользователями интернета, кому-то это сложно сделать. Тем, кому сложно, пожалуйста, милости просим к нам в инспекцию, квитанция будет распечатана. Оплатить можно, как в любом кредитном учреждении, через оператора, живьем подойти к нему, подать квитанцию и произвести оплату. Можно произвести оплату через банкомат по индексу платежного документа. На любой квитанции есть индекс платежного документа. Можно произвести оплату, особенно это актуально для сельских жителей, в любом почтовом отделении. В любом почтовом отделении. Почтовое отделение у нас есть в каждом сельсовете. Ну и для тех все-таки, кто пользуется личным кабинетом налогоплательщика, можно произвести оплату либо через личный кабинет, либо через сайт госуслуг. На сайте госуслуг оплату налогов можно производить только после наступления срока оплаты, поскольку сейчас этот срок уже наступил, можно оплатить на сайте госуслуг. Те, кто пользуется современными средствами, гаджетами в том числе, можно оплатить через мобильное приложение любого банка по QR-коду, тоже очень удобно. На квитанции этот QR-код, квадратик такой заштрихованный, имеется, просто прикладываешь к экрану мобильного телефона и производится автоматическое считывание всей информации и оплата. То есть способов на самом деле для оплаты очень много. Какие меры будут приняты к тем, кто все-таки не платит налоги из-за должности своей, ну помимо процедуры банкротства с крупными долгами? Да, но самая первая мера, с которой мы начинаем работу по принудительному взысканию, это направление требования. Эта работа сейчас практически завершена, то есть в основном требования сформированы и либо уже ушли, либо в ближайшее время будут направлены налогоплательщикам. В требовании указан срок уплаты, надо понимать, что это не измененный срок уплаты, а тот срок, когда мы платежщику сообщаем, после которого уже мы начнем дальнейшие меры по взысканию. Следующая мера – это формирование заявления на выдачу судебного приказа, направление этих заявлений в суд. Хочу сказать, что вот по прошлому году, за 2019 год, когда мы работали с задолженностью за 2017 год, мы направили больше 1800 заявлений в судебные органы именно по жителям Искитимского района. То есть мы работали с должниками, сумма задолженности которых превышает 3000 рублей. 1800 заявлений было направлено. Из судов на сегодняшний день уже получено 1200 судебных приказов, это тоже жители Искитимского района. И эти судебные приказы направлены на исполнение в службу судебных приставов. Кроме того, что мы направляем заявления в службу судебных приставов, мы направляем эти заявления в органы пенсионного фонда для взыскания за счет пенсии, направляем работодателям, если это работающий должник, сведения о работодателе имеются у налоговых органов, и направляем для взыскания в банки, где у должника открыты счета. Поэтому способы взыскания по полученным судебным приказам тоже разнообразны. Кроме того, действует еще такая норма, как наложение ограничения на выезд должника за пределы Российской Федерации. То есть человек не может выехать в отпуск, например. Ну, в командировку, наверное, не так популярно выезд за границу. А вот выезд в отпуск довольно популярен. И 86 ограничений по жителям Искитимского района было вынесено в прошлом году. Кроме того, по судебным приказам служба судебных приставов проводит арест имущества. 56 арестов было произведено в прошлом году в отношении должников Искитимского района. Ну и, наконец, самое серьезное, это банкротство, о котором я уже говорила. Пользуясь моментом, я еще раз хочу призвать жителей Искитимского района погасить задолженность, если она имеется. Надо помнить, что налог на имущество и земельный налог формируют местные бюджеты. И впервые в этом году 45% от транспортного налога с физических лиц тоже поступает в местные бюджеты. Соответственно, если мы хотим, чтобы у нас ремонтировались дороги, поддерживалась в чистом, благоприятном состоянии городская среда, состояние поселков, сел, необходимо помнить, что делается это за счет местных бюджетов. А местные бюджеты пополняем мы с вами, уплачивая имущественные налоги. В эфире телеканала ТВК была программа «Власть в ответе. Искитимский район», в рамках которой с начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Новосибирской области в городе Искитим Еленой Перемитиной мы обсудили имущественные налоги. Всего вам доброго и до свидания.